Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Начинается скучная часть книги «Исход». Вот насколько динамично ее начало, события, всякие, жизнь Моисея, египетские казни, насколько важно ее продолжение для всех нас, 10 заповедей и какие-то законы о жизни. Вот пошли ритуальные подробности. Но их тоже нужно прочитать, а кроме того, в этих подробностях мы, наверное, найдем нечто для нас интересное. Еще, поскольку я много занимался библейским переводом, я могу вам сказать, что это глава, которую очень трудно переводить на любой язык, и этот перевод отчасти предположителен. Почему? А потому что он описывает строение скинии, да, и когда мы сегодня что-то там в Икеа покупаем, я уж не говорю о более серьезных покупках, там у нас картинки, что куда вставляется, как оно закрепляется, какая часть снаружи, какая внутри, да, здесь ничего этого нету, и мы можем только догадываться. Садки для скинии 10 полотнища с тонкого льна, голубой, пурпуровой, багряной пряжей, на них должны быть вытканы херувимы. Вот что интересно, она же только что была заповедь, не изображая ничего, да, того, что сверху на небесах, на земле внизу и под землей. И вдруг не просто, ну ладно, в скинии можно, если хочешь, а должны быть вытканы херувимы. То есть с самого начала есть правила, есть исключения, причем исключения начинают работать в священном пространстве, да. Херувимы — это некие духовные существа, мы сегодня слабо себе представляем, как их изображали тогда, ну вообще говорят, что, наверное, это были такие крылатые львы или быки, ну потому что на Древнем Ближнем Востоке именно так изображали служебных духов. Сегодня у нас херувимы — это такие младенчики с крылышками, вот точно не младенчики. Длина каждого полотнища 28 локтей, ширина 4 локтя. Ну локоть это вот, да, около полуметра. Все они должны быть с одного размера. Пять полотнищ пусть будут сшиты вместе в один кусок, и пять других тоже сшиты вместе. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай голубые петли, и такие же петли вдоль крайнего полотнища другого куска. 50 петель должно быть на крайнем полотнищу одного куска, и 50 на крайнем полотнищу другого куска, петля напротив петли. Сделай 50 золотых застежек и скрепи оба куска в одно целое, скинь ее. Ну вот инструкция из Икеи, да, сразу вспоминается, или из любого другого магазина по сборке мебели. Но это тоже важно. Вот ветхозаветное богослужение, оно очень материально. Потом в Новом Завете скажут, не человек для субботы, а суббота для человека. Поклоняться будут кто в Иерусалиме, кто на горе Горизима. Главное, чтобы в духе истине не так важно где. А вот здесь очень важно как и где. И поэтому подробная инструкция. Садки из козьей шерсти, 11 полотнич, покров скинь. То есть есть внутреннее, вот шатер как устроен, это какой-то каркас, на него навешивается ткань. Внутренняя ткань, она из длина, она из такой более тонкой, изящной ткани с херувимами, это внутренняя отделка. А козья шерсть, это более грубая и внешняя. Козья шерсть, кстати, очень хорошо защищает от дождя, потому что козья шерсть, на макая, разбухает и заполняет, вот эти шерстинки заполняют пустое пространство. Если мокрая козья шерсть, то она внутрь воду не пускает. Длина каждого полотнища 30 локтей, а ширина 4 локтя, все 11 и одного размера, 5 из них шеи вместе и 6 остальных шеи вместе. Шестое сложи пополам, оно будет связать над входом. Ну, понятно, да, то есть надо же закрывать вход еще этой штукой. Вдоль крайнего полотнища одного куска сделай 50 петель, 50 петель вдоль крайнего полотнища другого куска. Сделай 50 медных застежек, вставь их в петли и скрепи оба куска, чтобы получился единый покров. Избыток по длине покрова, пол полотнища, должен прийтись на заднюю стену скинии, а избыток по длине полотнища, локоть с одной стороны и локоть с другой, на боковые стены скинии, чтобы полностью покрыть ее. Ну, то есть она накрывается и вот так вот заходит немножечко на землю этот покров. Все очень конкретно и понятно, чтобы не подтекало там в дождь, чтобы там не забивалась грязь какая-то, ветром не задувало ничего. Сверху сделай покрытие из дубленых бараньих шкур, третий слой уже, а поверх него покрытие из тонко выделанной кожи. То есть еще дополнительно вот солнца, чтобы не грелась эта козья шерсть, она темная в основном, черные козы обычно, чтобы там дождь ее не мочил лишний раз. А теперь про каркас. Сделай скини рамой из акации. Каждая рама 10 локтей длиной, 1,5 локта шириной. Каждая из двух соединенных брусьев. Такими должны быть все рамы скинии. Ну, тут, конечно, нам показывают рисунки, но, к сожалению, они не совсем все одинаковые. Но, скорее всего, это два длинных шеста, которые соединены поперечинами, чтобы облегчить. Да, это не сплошные акациевые доски, это будет очень тяжело. Для южной стены скинии сделай 20 рам и 40 серебряных опор под них, под две опоры под каждую раму. Для обоих ее брусьев она ставится, да, вот в какие-то втыкаются такие вот опоры. Также и для второй северной стороны скинии сделай 20 рам и 40 серебряных опор, под две опоры под каждую. Для задней, западной стены скинии сделай 6 рам, а для задних углов еще две рамы, которые внизу должны быть раздвоенными, а наверху, там, где первое кольцо, цельными. Это кошмарно для переводчика, и мы не очень себя представляем. В любом случае, наверное, они представляли лучше, чем мы. Таких рам должно быть две по одной на каждом углу. Ну, понятно, вот угловые, да, когда нужно держать две стенки сразу. Они особые. Для этих восьми рам нужно 16 серебряных обор по две опоры под каждую. Сделай перекладный из акации, ну, чтобы соединять. Пять для соединения рам вдоль одной стены скинии, пять для соединения рам вдоль второй стены скинии, пять для ее задней и западной стены. А восточный, соответственно, вход, поэтому там ничего нет. Средняя перекладная должна соединять раму от одного конца стены до другого. Покрой рамы золотом, приделай к ним золотые кольца для крепления перекладины. Покрой перекладины золотом. Ну, вот, понятно, да, то есть ставится разборный каркас. Одной стены нету, это вход. Вот, он состоит из рам, которые опираются на опоры, вот на землю они ставятся, и соединяются перекладинами. Сверху накрывается все этими разными покровами. Воздвигни скинию так, как было показано тебе на горе. Вот откуда, кстати, скажем, послание к евреям берет образ небесной скинии. То есть, что скиния земная, это лишь некая проекция. Вот как у Платона есть идеальный мир, а есть земной вещественный. И вещественный мир он копирует идеальный. Ну, конечно, с некоторыми как бы недочетами, да. Вот скиния должна быть без недочетов. Она должна точно копировать идеальный образец. Садки завесу из голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна. На ней должны быть вытканы херувимой. Опять, мы догадываемся, что это внутренняя часть. Подвесь ее на четырех столбах из акации, покрытых золотом, золотыми крючками. Для этих столбов нужны четыре серебряные опоры. Завеса должна находиться прямо под застежками. Поставив за ней ковчег завета. Эта завеса будет отделять святилище от святыни святынь. То есть шатер разделяется на две части. Святилище и святыня святынь. Святилище — это священная часть, но святыня святынь еще более священная. Их разделяет завеса. В принципе, это выглядит как обычный шатер кочевника. Есть комната внешняя, гостиная, как мы сегодня скажем. Есть комната внутренняя, спальня, келья. И в нее уже нельзя входить посетителям. Поставь навершие настоящего святыни святынь ковчег завета. Вот туда ставится ковчег, как вот такой трон бога. Пред завесой поставь стол. Поскольку это гостиная часть, то в ней, в общем-то, едят. Понятно, что бог не ест. Но, тем не менее, скини имитирует, еще раз скажу, шатер кочевника. Просто очень большой, очень роскошный. И там не живет живое существо, которое вот ест, пьет, спит и так далее. А напротив стола светильник. Светильник должен стоять у южной стены скини, а стол у северной. Сделай полок, который будет закрывать вход в этот шатер. Полок должен быть разноцветным из голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна. Сделай для полога пять столбов из акации, покрытых золотом, с золотыми крюками. Отлей до столбов пять опор из меди. Ну, это уже про вход в скини. Как скини устроено, понятно. Но что у нас вне скини, это будет следующая 27-я глава.